И делай дикий тик-ток Дики-тики-тики-тики-тики-тики-тик-ток Давай двигай задом и делай дикий тик-ток Пацаны, здорово всем! Машина уже переоформлена Вот на таких замечательных номерах Как я говорил ранее, вся подробная информация Была в инстаграме, ролика про это Как я ставил машину на учет, не будет Пришлось заменить номера Но это даже к лучшему И наконец-то у нас начинается тюнинг И хочется даже сказать вам С такими знаменитыми словами Ну че, народ, погнали! Погнали нахуй! Вы сейчас, конечно, от меня ждете чудо тюнинга Вы думаете, Денчик сейчас начнет ставить Крутые диски, крутые обвесы Тонировка и тому подобное Ну нет, пацаны, даже чтобы поставить Крутые диски, надо быть уверенным В ходовке, но с ходовкой у меня Полный хьюк Придется заниматься сначала технической Частью, но потом уже будет По-настоящему интересный тюнинг Так что в этой серии какие у меня планы Во-первых, у меня сзади нету госномера Когда я менял номера Рамки старые, все закисшие, ржавые Пришлось срезать вот этот болт Ну короче, у меня рамки нету И номер даже не на что прикрепить Меня не в принципе устраивали квадратные рамки Сейчас поедем, съездим в магазин Купим две одинаковых рамки Возможно, широкие рамки Какие мы черные возьмем Потому что без заднего номера ездить тоже нельзя Потом вот это барахло наконец-то Можно уже отлепить Ну короче, сделаем машину немножко Займемся ей И во второй части мы уже поедем к человеку Которого мне рекомендовали Говорит, классный мастер Который про Субару знает все И занимается конкретно В основном именно маркой Субару Ну и будем уже думать Что надо заменить, что не надо заменить И где брать запчасти Короче, пацаны, выпуск будет обширный Маленькие такие недочеты устраним Ну а потом приступим уже К чудо-тюнингу Когда машина находится уже на мне на учете Можно ее уже под себя делать Все, я Денчик уже законный основатель Данной машины И теперь уже Теперь уже Сочка не рвется Снимаем вот эту Хакасибирь Повешу где-нибудь в гараже В машине ей не место Как раз приехав уже на мойку Мы узнаем Протекает лобовое стекло Не протекает Уже прошло дня 4 точно Как мне вот эту чушь собачью Наклеили Блин, клей остался Сейчас будем оттирать все это дело Опа, наконец-то Данный видеоролик Выполнен по поддержке компании 1xbet Где самые большие коэффициенты И моментальные выплаты Если ты перейдешь по ссылочке В закрепленные в комментарии И укажешь промокод АбрамТВ Получишь 6500 рублей На первый депозит Переходи Регистрируйся И получай крутые бонусы Кое-как закрепил задний номер Лишь бы, лишь бы доехать до магазина И до мойки Один на хомут Другой на болтик Нашел Надеюсь не отвалится Сейчас купим рамки Что здесь еще Не очень таки хорошо В этой машине Педали Немножко здесь напутано Сейчас я вам расскажу Что мне здесь бесит Смотрите, пацаны Когда выжимаешь сцепление Вон там площадка У меня же раньше автомат Коробка стояла И та левая самая площадка Это для ноги Которая не участвует В нажатии педалей Ну и короче Она Когда сцепление выжимаешь Вон там площадка Она бывает Нога туда цепляется И сцепа не может до конца выжать Короче Мне эту площадку бы как-нибудь снять Я так уже смотрел Все руки не доходили до этого Вроде бы все четенько По механике Слапнуто аккуратненько Ездить удобно Открутим Чтобы ничего не мешалось И будет все Выйрегут Но на данный момент Полный Хьюк Каждый раз Когда сажусь за руль Форестера Постоянно хочется Крутить в отсечку Постоянно хочется Газовать И даже не хочется Отвечать на телефонные звонки Потому что Денчик как в Формуле 1 Хочет всех обогнать 4ВД просто сказка Не зря покупают Субару Форестер По городу На самом деле Стал замечать Что на Субарях ездит Ну потому что 4ВД зацеп постоянный Только тапочек нажал Ты ушел Подъехал я В авторинок Горский Припарковался Знатно Конечно Если мне сейчас Полморда не снесут Будет хорошо Но если снесут По страховке Вычтут Одни форики На парковках Форик 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 Ну народу здесь не густо Никто не хочет закупаться Кроме Денчика Ну что пацаны Показываю покупки Что приобрел Во первых Это хомутики Они в гараже Всегда надо Сейчас даже номер закрепить Последний нашел За 100 рублей Там сколько-то Что 50 наверное взял Взял ВД-40 Тоже вчера Болт не мог открутить Но ВД-шка Всегда в гараже Пригодится А что касается Номерных рамок Взял точно такие же Которые сейчас стоят Металлические Мне не нравится Потому что Форестер он квадратный Рамки квадратные Смотрятся интересно Я думал брать Серебристые Либо черные Машина серебристые Даже не серебристые А хромированные Которые у меня сейчас Находятся и стоят на бампере Мне нравится Как они выглядят Сейчас пацаны Покажу что я купил Но вы уже сами видите Под карбон Типа А-ля 90 Ну я хотел темные А чисто черные Не хочу А тут есть и серый Такой оттенок И черный оттенок Мне кажется Они неплохо подойдут Одна рамка Стоит 400 рублей Я думаю Будет смотреться Интересно Что вот так Вот она выглядит Номерок Блатной ААА38 Она и не черная И она не хромированная Потому что Вы все знаете Я от крома Всегда избавляюсь Точно такая же Точно такая же рамка Один в один Только уже болтики Все новенькие Она не ржавая И вот сюда Вот так вот Чпоньк Мне кажется Будет неплохо Ребят Взял две И на задний номер Такая же будет Когда бензин 250 рублей Она стоит Три дня Сохла Гермитос Есть гермитос Держим пальчики Чтоб все было Very good Тем временем Пока моя машина моется Устроим акцию В своем инстаграме Кто первый на эту мойку приедет Тот получит халявную мойку Посмотрим В Новосибирске Много ли халявщиков Которые Ну вот знаете Такие На халяву все любят Сейчас посмотрим Кто первый приедет Так Кажется У нас первый клиент Пока еще никто не проехал Прошло Минут 5-10 И вот Первый счастливчик едет Первый халявщик И кто же это будет Тонированная машина Не видно кто сидит Ну похоже Это по объявлению По нашему Ой Какая грязная машина Не хватало Наверное денег Помыть машину Это же 250 рублей стоит Наверное Ездила так месяц А может быть и ездил Кто же там за рулем Сейчас будет Давайте посмотрим Ооо Елена Это Елена Моя жена По объявлению Халявщик года Ооо Что ты опять Пришел Сhodорова Ну здорово Я сейчас постали Скажите Пацаны Привет Меня подставили У меня машина была чистая Но Накидали грязи Накидали грязи Ну все Ты следующая Заезжаешь Ой По акции Бесплатная Мойка Почему Ну потому Потому что Муж за тебя Платит первая хорошая новость нигде ничего не бежит все сухо все четенько так что за лобовое стекло теперь я спокоен то мне напугал говорит может потечь там вдруг если что-то плохо так что у нас все четенько нахожусь я уже в гараже две чистые тачки здесь отдыхают номерные рамки сейчас я их меняю как я их показывать уже как меня не буду потому что их уже на 50 раз туда-сюда попереставлял с немножко приберемся в салоне приготовил я себе пылесос керхер здесь какие-то вонючки предыдущего хозяина остались вроде бы пахнет но лучше выкинуть их конечно а вот такие всякие детальки надо устранить все приклеить на место хочу полностью ее прошуметь хочу в химчистку потом нормально все это сделать но это все потом Потому что когда мы будем заниматься техничкой Когда мы потом кузовом будем заниматься Тут много людей будет находиться в салоне Это все опять замарается Надо салон делать уже в последнюю очередь Когда уже кузов будет готов и по технике все готово Сейчас так чисто как бы марафетик наведем Чтоб приятно было ездить Ну а завтра я уже записался на станцию Уже к человеку, кто занимается фарями Ну и будем уже вместе с вами смотреть Ну будем устранять техническую часть постепенно Только сейчас обратил внимание Раньше таких вонючек не видел И мне говорили, Абрам, ты снюс или как называется Возишь это как для табака Я даже не знаю, что такое снюс Молодежь, напишите И что самое интересное, Mad in Japan написано И пахнет она прикольно, интересно Но она же по-любому в России куплена Хотя смотрите, иероглифы здесь на японском Неужели она здесь с Японии лежит Конечно же нет, вот такую бы найти прикольная вещь Ну вроде бы пахнет Но лучше выкинуть их, конечно Снял я задний госномер Маленькие проблемки у нас в Хьюстон Смотрите, ребята Как рамка она металлическая, номерная Здесь вот такие вот штучки Чтобы металл к металлу не соприкасалась Вот здесь не было вот такой вот прорезиненной Ну просто двухсторонний скотч, наверное И немножко ржа пошла под номером Но это не видно Наверное из-за этого я перекрашивать уже не буду Конечно машину Но вопрос в другом Сейчас мы это как-то маленько обработаем И когда номер здесь висит Вот это вот на Фореста уже рядом номерная рамка И вот эта комплектация XT Не очень мне нравится, как выглядит Мне нравится, когда в Форестах Кросспорт здесь наклейка Сейчас посмотрим Либо вообще все наклейки уберем Посмотрим, что под ними останется Либо Форесты расставим, а XT уберем Хьюк Зачищают, короче, это сейчас все это в дело буду Ну и прикручивать номерные рамки козырные Угоняют Угоняют Подонки угоняют Суки Сам ты суха Все убрал, все удалил Не без фиаз, как говорится Как Денчиковская фраза Во-первых, тут просверленные отверстия технологические под Форестер Во-вторых, сама поверхность Я ее сейчас вроде бы маленько подотер Но она уже так въелась, где Форестер видно Но уже надо либо жесткой полиролью это все отполировывать И XT также, вот видите, проявилось Скорее всего, буду искать новые таблички Потому что мои замызганные были И заместо XT наклеим наклеечку сюда Кросспорт Ну, чтобы версия уже поинтереснее смотрелась Короче, оставляю это пока так Завтра как раз поедем в сторону разборки Я у них поспрашиваю, может, значки есть Если нет, вообще где-нибудь поищу Надеюсь, они хоть где-то продаются Друзья, вот я все и установил Сказать, что я легко и быстро справился Это, пацаны, обмануть вас Чтобы поменять заднюю рамку Пришлось откручивать камеру Потому что она не вставала Подсветку фонаря Ну, короче, с задним номером минут 40 провозился Плюс еще нестандартное крепление Нижней вот этой платформы Пришлось дополнительное отверстие просверливать Ну, стало вроде бы изумительно Вот это хоть и не ржавейка Но она уже на этой машине стоит очень давно Я еще в номерограмм смотрел Когда свою машину Это в 2013-2014 году уже вот эта рамка стояла Ну, и по переду я очень быстро поставил Тут намного все проще Но выглядит, пацаны, огонь Издалека как черная выглядит Если присматриваться, то карбон такой прикольный Но мне нравится Что касается подножки ноги Чисто технически я разобрался Как эта система работает Вот это вот просто накладка с верхней части И там уже накладку надо снять И там уже два болтика или три открутить и все Но проблема в том, что накладка эта ни хера не снимается Вот тут есть такая выемка специальная Я туда отвертку сую Ну что, что-то неправильно делаю Ну это падла Меня уже нервирует Вообще никак не слазит накладка Где-то она еще ее держит Ну ты их юг полнейший пропал просто Сильно хватает даже сломать ее Вот что значит вырасти дрячем, бля Ну ты натуре юг Сука, чтоб ты Блядь, четвертая педаль, сука, появилась на Subaru Forester Пацаны, что делать, а? Четвертая педаль, сука, у меня появилась Так, пацаны, я за молотком По башке себе стучи, блядь Сука, кто тебя придумал? Кто тебя создал такую? Ну что, ну что, слетела собака вонючая, бля Не ожидала постановы такой Ну что, слетела собака вонючая, бля Не ожидала постановы такой Все, сейчас назад ее забиваем и откручиваем Все, вот тут вот раз, болтик Вот тут два болтика Сейчас попробую открутить Все, пацаны, вот оно крепление Четвертая педаль ликвидирована Не прошло и полчаса И так каждая херня происходит Ну и все Тут металлическая часть, по которой я херачил Надеюсь, ее там вместе с кузовом не оторвал Ну не оторвал, ну все, ее в принципе не видно Потом, может быть, что-нибудь или накладку, или подкрашу Все, педаль сцепления В доступе, ничего ей не мешает Ну вот, пожалуй, и все, что я хотел сегодня сделать В машине сейчас приятно находиться Она уже на мне на учете И это тоже приятно осознавать Когда знаете, когда по документам не ты владеешь Отношение к машине совсем другое Сейчас я законный уже обладатель Все вымото Все аккуратненько, чистенько Ну и потихоньку машина будет преображаться С каждой серией Все больше и больше Так что увидимся уже завтра Для вас это произойдет вот так вот И будем уже шаманить нашу машину И диагностировать Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова